В 2018 году проект «Егерь» достигает пика своего успеха. 22 августа этого же года был создан и запущен еще один «Егерь» 4-й серии с позывным «Багровый тайфун». 4-я серия использовала цифровую технологию в отличие от предыдущих, которые были снабжены ядерным реактором, тем самым минимизируя опасность пилотов внутри кабины. Робот был построен в Китае в провинции Чанчжоу. К 2024 году «Тайфун» стал одним из четырех уцелевших егерей и вместе с остальными был перенесен в шаттердом в Гонконге. За это время на счету малинового тайфуна числится 8 побед над Кайдзю, таких как Тенталус, 21-й год в Китайском море, Хидой, 21-й год Бангок, Биантл, Кадзияма, Тейлспиттер в 2024 году и еще три малоизвестных Кайдзю с кодовыми именами ОС-19, ХС-20 и С-H-24. К сожалению, вся информация про данных монстров утеряна, и мы не сможем узнать их характеристики и даже примерное изображение. И хоть на счету егеря числится 8 убитых Кайдзю, аккредитован он был лишь 7 раз. Очевидно, есть несостыковки с одной из битв. Багровый тайфун отличался от остальных егерей системой управления, ведь для его пилотирования была разработана трехслойная структура интерфейса PONS. Егерем управляли сразу три пилота – братья Вэй Тэн, Чон, Ху и Джин. Братья Вэй – тройняшки и бывшие уличные бойцы. В 2015 году они присоединились к Академии Егерь, чтобы стать рейнджерами. Их личный символ дракона находится по всему Гонконгу. Специально для триплета Вэй, доктор Лайк Тап разработал спецификации для тройного нейронного рукопожатия. Братья Вэй и тайфун настолько тесно связаны, что вряд ли возможно найти связку пилотов, способную их заменить. Свой первый бой – 12 апреля в 2019 году тайфун проводит бок о бок с Черноальфой в Осаке, Япония. За свою боевую карьеру он защищает береговую линию Китая четыре раза. Пять раз одерживает победу над Кайдзю в одиночку. 25 мая 2020 года тайфун работает в связке с Черноальфой и Страйкером Эврикой. С такой же командой он направляется на свой последний девятый бой во время двойного явления. По приказу маршала Страйкер Эврика остался позади и не стал вмешиваться в битву. Возможно, именно это привело к гибели Багрового тайфуна и Черноальфу, ведь они были не готовы к встрече с улучшенными после дрифта Ньютона Кайдзю, Атачи и Громилой. Тайфуну удается ранить Атачи с помощью лезвий, но чуть позже тот своей клешней сдавливает кабину с пилотами и вырывает центр управления. Обезглавленный егерь падает в воду, его экипаж считается погибшим. Но позже маршал приказывает спасательной команде вытащить соединительную капсулу из гавани, ведь один из тройняшек Вэй мог выжить, ускользнув через проломы в голове кабины, созданные хвостовыми клешнями Атачи. Багровый тайфун имел полностью титановый корпус и ядро, никаких сплавов. На каждую мышцу приходилось по 50 дизельных движков. Его высота достигала 76,2 метра, а масса 1722 тонны. Егерь уникален наличием трех рук, кисти которых при необходимости трансформируются в циркулярные пилы. Технику боя данным оружием прозвали как «грозовое облако». Тайфун способен поворачивать корпус на 360 градусов относительно ног, а также в его спине встроены мощные реактивные ускорители, что позволяет ему в бою совершать прыжки и перевороты, и обеспечивает дополнительную маневренность, относя его к лидерам в скоростных характеристиках. Левая рука тайфуна была оборудована плазмокастером И-22, боевая мощь которого превосходила плазменные пушки-бродяги в три раза. Также он имел увеличенные системы баланса ног, объединенные пинки-тяги и усиленную боевую ударную арматуру на всех конечностях. Электрическая система цифрового плазменного поля называлась «Полуночный шар-9», а операционная «Трайсан Хоризон Гейт». Багровый тайфун действительно одна из лучших боевых машин на вооружении человечества. А как считаешь ты? Жду твой комментарий про данного егеря, не прощаюсь, скоро увидимся!